Привет! Сегодняшнее наше видео будет посвящено педали BOSS MT2, более известную как Metal Zone. Популярную педаль выпущенную в 1991 году, использовали которую многие металлисты и музыканты, в том числе группа Metallica использовала ее для записи одного из своих альбомов. В общем, педаль обладает очень-очень большим количеством гейна, то есть эта педаль прозакционируется как high-gain педали. Здесь его просто дофига. На 12 часов это уже невыносимо просто. Что дальше творится, это кошмар. Трехполосный эквалайзер. У нас есть регулировка низких частот, верхних частот и параметрический эквалайзер, регулирующий середину. Очень много споров возникло вокруг этой педали. Что она звучит плохо, что это все был маркетинговый ход и что она вообще не какущая. Отчасти все эти заблуждения, мне кажется, возникли из-за того, что педаль подключалась в некачественный аппарат. То есть мы берем транзисторный комбоусилитель или просто усилитель и подключаем в него транзисторную же педаль. Бытует также мнение, что эта педаль очень хорошо звучит в разрыв усилителя. Мы сегодня все это послушаем, все это проверим. Попробуем разобраться, насколько хороша эта педаль и стоит ли верить всем этим мифам и легендам, которые уже огромным количеством окружили эту педаль. Ладно, хватит трындеть, давайте слушать. Итак, наша педаль подключена сейчас прямо во вход усилителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь очень интересно реализован параметрический аппалайзер средних частот. Мы сейчас выберем частоту и попробуем ее ослабить, либо добавить. К примеру, переводим эквалайзер в нижнее левое положение, это у нас 200 Гц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, а сейчас мы ослабим и послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, просто звук можно менять поразительно. Поставим на середину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы пойдем дальше. Мы выберем 5 кГц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И звук стал очень глухим. Ну, а сейчас, наверное, мы проверим теорию подключения в разрыв, в петлю эффектов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы и послушали эту педаль во вход усилителя, в его разрыв. Делитесь впечатлениями, какое звучание вам показалось лучше. Расскажите, что вы думаете об этой педали. Использовали ли вы когда-нибудь? Может быть, какие-то интересные варианты, комбинации вы знаете? Делитесь, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА